И далее будем говорить на эту тему с нашим следующим гостем. К нам присоединяется Игорь Владимирович Липсец, доктор экономических наук, профессор. Доброе утро, Игорь. Доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Игорь Владимирович, ну вот еще также эксперты в процентном соотношении сравнивают то, что сейчас происходит с бюджетом Российской Федерации, и то, что происходило в конце Советского Союза, да, в 90-х годах, что, собственно, и стало одной из глобальных причин развала Советского Союза. Так вот, подсчитали, что треть бюджета идет на оборону Российской Федерации, как это происходило в СССР в последние годы. Сейчас в процентном соотношении 29,5 тратит Российская Федерация, ну, закладывает в следующем году, а тогда было в 90-х 29,4. Ну вот, по вашему мнению, может ли этот, ну, скажем так, будущий бюджет, ну, стать таким предвестником экономического апокалипсиса Российской Федерации, и, ну, скажем так, развала Российской Федерации, или к этому не придет? Где вот эта граница критического момента в экономической системе? Ну, от экономики Россия не развалится. И Советский Союз распался не только потому, что развалилась экономика, но и потому, что люди хотели жить независимо от Москвы, хотели жить в своих национальных территориях, чтобы им никто не диктовал из Москвы. Так что там был целый комплекс причин. Хотя экономика, конечно, сыграла очень большую роль, потому что государство осталось без денег и не могло как бы задабривать местные элиты, выделяя деньги из бюджета. К этому Россия идет. Значит, мы более-менее можем ожидать устойчивости экономики России. Вот в 24-25 годах на эти два года, по всем оценкам, каких-то запасов денежных хватит. А вот с 26-го года, конечно, уже довольно такая странная может быть ситуация, потому что, ну, как бы уже, скорее всего, и фонд национальное благосостояние может почти исчезнуть, да? И уже будут очень большие средства изъяты просто из экономики через продажи облигаций. Уже сильно вырос же государственный долг России. Это тоже очень важный параметр. Россия всегда гордилась тем, что у нее маленький долг. Она хорошо погасила внешний долг, а внутренний долг был маленький, все радовались. Но вот он сейчас сильно вырос и будет расти. Именно финна России уже горечью говорит, что это неизбежная ситуация, безвыходная ситуация, даже не такой термин употребляет. И, значит, у них вот уже сейчас 23,5 триллиона государственный долг. Они еще на следующие два года планируют каждый год по 4 триллиона одалживать. Итого 8, значит, уже дойдет примерно до, соответственно, считайте, 30 с лишним триллионов. Это уже довольно серьезная тема, потому что надо же платить за эти деньги, возвращать их. И, значит, появляются эти расходы на вот как бы обслуживание государственного долга, как это называется, финансистов. Это уже становится серьезный расход и возникает вот некую угрозу, что ты можешь получить меньше денег, чем придется отдавать по-прежнему долгу. Это начинает уже проблескивать такая структура, которая называется финансовая пирамида. Ну, она еще не появилась, но она вот уже проблескивает на горизонте. Это некая такая серьезная беда. Ну, конечно, правильно ваши эксперты сказали, можно отнять деньги у населения, но это, конечно, такая уже политически скользкая тема. И вот на этой теме, когда уже начинается изъятие денег у населения, могут появиться те самые группы, которые захотят, попытаются перехватить власть. Вот я думаю, что примерно такая конструкция. То есть экономика будет уже настолько изношена, настолько развалена, что начнутся желания, появятся желания, будут реализовываться желания сменить руководство страны. Вот тогда могут быть некие новые повороты. — Игорь Владимирович, а скажите, вот вы отметили два способа, как в этом плане Россия будет пытаться, да, вот наскрести денег на оборонку, на армию, соответственно, да, на то, чтобы в целом страну перевести на эти военные релесы. Да, ну, понятное дело, они будут увеличивать свои долговые обязательства, да, фонд национального благосостояния. А какие еще возможные способы есть у российских властей, да, у того же Центробанка, возглавляемая госпожой Набиулиной? — У Центробанка-то он уже все, что мог, он уже запустил, потому что, ну, вот, скажем, вот вы упомянули, государство покупает облигации, продает облигации федерального займа, значит, но кто их покупает? Покупают их банки. На какие деньги? А деньги на это, значит, коммерческие банки берут от Центробанка, он им кредитует. Значит, банки покупают облигации, потом они их возвращают по определенной схеме, значит, Центробанк, закладывают там и получают обратно деньги, которые вкладывают в экономику. Вот примерно такая конструкция. Так что Центробанк уже довольно сильно наращивает денежную массу в России, идет довольно такая мощная практически эмиссия, хотя Центробанк пытается отрицать ее количество денег в России уже сильно увеличивается, а это ведет к инфляции. Но что еще может сделать государство? Не Центробанк, а государство. Ну, конечно, допустить дальнейшее ослабление рубля, а это уже происходит, потому что это очень сильный инструмент подпитки государственного бюджета. Вот уже в этом году, насколько мы можем судить, примерно полтора триллиона государственный бюджет получит за счет ослабления рубля. Потому что ослабление рубля государству выгодно, желательно и ужасно приятно. И это и министр финансов даже не скрывает. Так что они будут девальвировать рубль. Наверное, это будет все-таки после выборов президента. До выборов постараются как бы рубль удержать, чтобы он все-таки не упал ниже одного цента американского. Ну, вот, а после, конечно, этого может быть. Еще один источник, о котором тоже надо говорить, это увеличение налогов. Собственно, процесс это уже пошел. Налоги и пошлину увеличивают. Уже пошла чрезвычайщина. В этой системе всякие идеи, что давайте держать стабильную систему налогов, не разрушать экономику. Они все забыты, выброшены в мусорное ведро. Только что ввели специально новую пошлину для всех экспортеров. Вот предлогом, что у вас теперь из-за девальвации рубля рублевая выручка будет больше, мы с них хотим получить деньги. Ну, то есть, это как бы чрезвычайщина, по сути дела. То есть, по сути, виден дополнительный налог на прибыль для всех экспортеров. Вот это то, что сейчас будет происходить. Будут отниматься деньги у бизнеса. Будут тратиться фонд на самом деле, будет расти государственный долг. Если этого не хватит, то начнут отнимать деньги у населения. Будут продавать облигации. Ну, это вот уже как бы ситуация разрушения экономики. Это уже чревато большими бедами. Но это где-то, видимо, с 1926 года. Пока мы так себе горизонт определяем таким образом. Ну, вот, кстати, кроме того, как вы обозначили, что в таком виде отбирание, скажем так, личных денег у граждан. Но ведь оно все равно происходит. Увеличивая расходы на армию и силовиков, российские чиновники в 1924 году планируют снизить расходы по другим статьям. И в частности, расходы на образование, здравоохранение предполагается заморозить. Они составят по полтора триллиона рублей по каждой из статей. То есть почти, ну, в семь раз меньше, чем траты на армию. Ну, а как по вашему мнению? Заметят это, ну, простые граждане, поскольку и так рядовой гражданин, ну, скажем так, у него, его доходы и состояние не было адекватной потребности. Он и так не особо пользовался этой бесплатной, скажем так, в кавычках, конечно же, медициной и так далее. Ну, и образование обязательно не обходилось без личных трат. Как считаете, насколько это сейчас будет ощутимо? Ну, смотрите, значит, нельзя говорить о России в целом и о всех россиянах в целом. Очень разные группы. Есть группы, которые от военных действий, от военной ситуации выигрывают. Это беднейшие слои. Им дают, значит, некую денежную помощь сейчас государство. Опять же, увеличиваем госдолг. Но дают государственную социальную поддержку. Те, кто, значит, ушли воевать, значит, их семьи получают выплаты, получают гробовые, которые, в общем, довольно сильно гасят накопившиеся раньше кредиты. Так что какие-то части населения, какие-то слои населения, они выгадывают, выигрывают и, в общем, богатеют от этой самой военной ситуации. Значит, чиновники выигрывают, им зарплату, значит, в общем, высшему чиновничеству повысили, если вы знаете только что. Значит, те, кто крупнейшие бизнесмены, кормятся от государственных контрактов, они тоже выигрывают, они тоже получают хорошие гарантированные заказы, на этом хорошо зарабатывают. Проигрывает средний класс, вот он беднеет, он лишается очень много, он лишается качества здравоохранения, он лишается качества образования, потому что надо же понимать, что суммы-то сохранили, а инфляция же растет. Поэтому реальная покупательная способность этих денег падает практически. Речь идет о сужении финансирования культуры, образования, здравоохранения, науки. Все это гражданское в России начинает уничтожаться, убиваться и разрушаться. Но это не тот фактор, который вызовет какие-то социальные потрясения в России. Это не то, что людей интересует. Тогда, по-вашему, что может стать, скажем так, нижней точкой падения экономики Российской Федерации? Я думаю, что самой большой бедой может стать обрушение импорта. Вот это такая непростая тема, но я попытаюсь объяснить. Смотрите, девальвация рубля, она очень хороша для бюджета. Бюджет получает от этого деньги. Но из-за девальвации рубля дорожает импорт. И уже очень многие российские экономисты понимают, что на горизонте маяча ситуация, когда купить-то импорт можно будет, привезти-то можно будет, но его никто не купит, потому что он безумно будет дорогой. И тогда просто импорт начнет сжиматься. А это довольно существенная часть корзинки. И будут довольно сильно пустить полки магазинов, потому что просто не будет возможности привозить. Зачем привозить, если никто не покупает по такой цене? А заместить весь импорт российским производством тоже нельзя. Потому что для этого надо сильно нарастить производство. А как нарастить производство, когда рабочих рук становится меньше? В России очень сильный дефицит рабочих рук. На рынке труда совершенно кошмарная ситуация, бизнес уже вводит в голос от этого. И деньги очень дорогие для развития бизнеса. Я тут выступал как-то в передаче недавно с инвестором, его спросили, вот какой доходности он сейчас хочет от больших инвестпроектов в России. Он сказал 40% годовых. Ну, чтобы компенсировать риски, компенсировать инфляцию, какой бизнес может выдержать проект с рентабельностью 40%? Ну, нереальная тема. Поэтому получается, что нарастить производство вместо импорта нельзя. Импорт станет слишком дорогим. И вот тогда начнут пустить полки. А это как раз очень такая раздражающая тема, потому что вызывает очень нехорошее вспоминание об СССР. Когда ты приходил в магазин, а там вот только банки с березовым соком стоят. Вот это будет очень такой серьезный удар по стабильности, потому что люди на это реагируют. Уже какой-то очень нехороший резон у людей сомневаться в справильности правительства. Это то, что происходит с бензином. Уже эта история тоже самая. Потому что тоже возникла разбалансировка. И пошли вверх цены. Посмотрите, президент Путин уже второе подряд совещание собирает. И с соской объясняет, что цена на бензин растет. Надо бы что-нибудь сделать. Но пока не получается. Вот эти вещи на бытовом уровне. Слишком дорогой бензин. Исчезновение бензина с автозаправок, если случится. Опустение полок в магазинах. То, что на бензин нельзя будет прожить, и надо будет выходить опять на улицу выбираться. Вот такие вещи катастрофически уже могут привести к какой-то социальной активности. Но только такие. Игорь Владимирович, ну смотрите, в то же время есть в России определенные светлые головы. Я закавычу эту фразу. Которая предлагает определенные вещи, стимулирующие экономическую стабильность. Ну и в частности тех историй, которые касаются ценовых диапазонов в целом на всех российских рынках. К чему я? Смотрите. Есть вот, вы как эксперт, так специалист оцените прекрасную светлую мысль этого человека. Если ничего не покупать, то и цены нормальные будут. Так вырезался об инфляции в России сам глава Министерства финансов Российской Федерации Антон Силуанов в ходе Московского финансового форума. Ну, Силуанов отметил, что такое правильное мнение он якобы прочел в интернете. Но позже Силуанов сообщил, что это была определенная шутка и заявил, что денег в стране хватает. При этом отметил, что не на все. Такую шутку никто не оценил, в том числе и российские экономисты. Игорь Владимирович, а как вам? Как вам сатира от главы Минфина? Как вы оцениваете? Ну, знаете, смотреть на российских чиновников сейчас довольно такое страшноватое зрелище. Они пытаются, с одной стороны, вроде как бы сохранить лицо, а с другой стороны, они попали в, в общем, совершенно безумную ситуацию, где, в общем, можно что-то пытаться сделать, но ничего не получается. Я же с интересом наблюдаю, как в России пытаются погасить пожар в одном месте, но вспыхивают в другом. Я год назад сказал, что ситуация в России – это пожар на торфянике. Если вы понимаете, под ногами все время горит. В одном месте ты закидал землей и тут же провалился в горящую яму в другом месте. Вот в России точно так и происходит. Они закидывают в одном месте, ну, смотрите, с бензином они взяли, решили, чтобы заткнуть дыру с дефицитом бюджета, значит, сократили демпфер для нефтяников на 30 миллиардов рублей. Значит, они стали денег больше оставлять у себя, не возвращая нефтяникам. Тут же, значит, возник дефицит бензина, стало невыгодно продавать в России, значит, загорелся пожар в другом месте. Стали, значит, пустить бензоколонки, начиная с юга при фронтовой зоне, а потом еще по всей территории пошло. Значит, возник пожар в другом месте. Они, значит, стали кричать, давайте мы, значит, вернем деньги. Но Минфин говорит, да, давайте мы вам вернем эти деньги, 30 миллиардов, но вы нам отдайте 30 миллиардов обратно. Ну, вот это вот разговоры Минфина, это вот то, что сейчас происходит. То есть они попали в ситуацию, когда нормальную экономику управлять нельзя, нормальная ситуация в экономике невосстановима. Поэтому все бегают из одной точки, где вот ярче всего горит и пытается там закидать землей, но землю-то берут с другого места, и там огонь прорывается из-под земли. Вот эта система управления, отсюда такие странные шуточки, отсюда вот эти, их не очень такие веселые, я бы сказал, лица министров на совещании с президентом. В российском интернете это прям такие любимые фотографии, как они сидят на совещаниях у президента. Ну, знаете, на похоронах иногда люди сидят более такие, ну, как бы спокойные, а тут такие ужасные лица, потому что, ну, в общем, экономика разваливается, а это, конечно, страшновато. Игорь Владимирович, спасибо вам большое за разговор, благодарим, всегда вам рады, и спасибо за этот профессиональный анализ в эфире телеканала Freedom. Игорь Липсис, доктор экономических наук, профессор, был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom в Телеграм, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Телеграм в описании.